СИБИРЬ Сибирь – это не более чем мираж, легендарный и непостижимый, заснеженный край, потрясающий воображение мир, который существует уже на протяжении многих тысячелетий. Сибирь не видна на карте. Этот край не имеет четких географических границ. Это скорее заснеженная и обледенелая вечность. Человек не смог объять эти 13 миллионов квадратных километров, которые простираются на восток от Уральских гор. Магадан – это городок, расположенный на востоке страны, в котором проживают 15 тысяч человек. С наступлением октября начинаются морозы. Температура в это время опускается до 70 градусов ниже нуля, и холод может парализовать этот край на тысячи километров. Сибиряки шутливо говорят, здесь 12 месяцев зимы, а остальное – лето. В этой части света грузовой транспорт – единственное средство передвижения и единственный способ доставки продуктов в отдалённые деревни Колымы. Без этого Сибирь бы превратилась в безлюдную пустыню. Геннадий и Николай – родные братья. 20 лет назад они покинули Украину и уехали на заработки в эту страну Эльдорадо. Оба стали дальнобойщиками, затем женились и решили остаться в Сибири. Этим утром по таёжным дорогам с риском для жизни машину поведёт младший брат Геннадий, тот, что в синем подшлемнике. Мало кто рискнёт поехать по этому маршруту, это слишком опасно. Геннадий – крепкий мужчина, ростом 194 сантиметра. Он самый настоящий сорвиголова, отчаянный человек, который ничего не боится. Три бессонные ночи за рулём в суровом климате – это как раз то, что ему нужно. Его более опытный старший брат Николай даёт ему советы и помогает подготовить фуру. Геннадий знает, что по дороге в Кубаку он будет один, и никто не сможет ему помочь, если вдруг у него сломается машина или он попадёт в аварию. Ты говоришь, на трассе. То или здесь делать, или на трассе. Есть разница? Здесь делаешь, делаешь, да и всё, впорётся. Там ночь-то, мороз. Сейчас подвезут резины четыре, обои, всё, и поехали. Магадан – это стратегический порт, ворота в Азию. И хотя девять месяцев в году суда стоят на приколе во льду, остальные три месяца Магадан выступает как военный и торговый порт. Геннадий перевозит 20 тонн энергоносителей в золотопромышленный рудник, расположенный неподалёку от Полярного круга. Он должен следить за всем. Механические запчасти в его грузовике очень ценны и могут быть похищены. Всё, что он везёт, начиная от простого болтика и заканчивая электрической турбиной, можно перепродать на российском чёрном рынке, и Геннадий за всё это несёт ответственность. Геннадий поверяю на этой арены, и от brotherly Specialists. При выезде из города Геннадий должен остановиться у поста, где милиционеры и таможенники досматривают все, что попадает в город и покидает его границы. Перестройка так и не дошла до Сибири. Продолжение следует... Ближайшая заправка расположена в 400 километрах от города, поэтому перед тем, как начать 700-километровое путешествие по снегу и льду, Геннадий заправляет основной и дополнительные баки. Трасса Магадан-Аркагала Маршрут пролегает через Колыму с севера на юг. Дорогу здесь прокладывали узники ГУЛАГа, чтобы можно было добраться до золотопромышленного рудника. Этой дорогой можно пользоваться только зимой. В летний период она превращается в непроходимое болото. Магадан-Аркагала В Европе такой грузовик давно бы уже отправился на свалку. Да, узкая дорога сейчас будет. И скользкая. Это одно, второе скользко. Ямы не подать, где надо ходом выйти. Вот видите, а я не вижу, видимости нету впереди. Это одно и машину тяжело держать, потому что колея ее туда-сюда кидает. Скользкая вот эта. Ну, оттуда дальше вообще ужаса будет твориться. Наледи вот эти, скользота. Ну, а в принципе-то везде она одно и то же так. Вот. Ну, сначала по молодости вроде как-то считал престижно, любил. А сейчас уже просто дорабатываешь. Ну, работа такая. Уже любовь, как таковой любви-то и нету. Нужда заставляет. Ну, и в то же время, вот долго на трассе не будешь, уже скучаешь. Хочется на трассу. А почему хочется, я не знаю почему. Не могу объяснить даже. Вот тянет, вот что-то надо ехать куда-то. Сегодня Геннадию не удастся поспать. Он будет крутить баранку. У него не хватит бензина, чтобы можно было сделать остановку. На крайнем севере, в 60-ти градусный мороз, мотор лучше не выключать. В такой холод Геннадий без тепла не протянет более 10 минут. Он работает не только ради денег. Он любит эти необъятные просторы, одиночество и риск. Но самое главное, он, как и его брат Николай и большинство других дальнобойщиков, хочет осознавать свою пользу и даже незаменимость. И тихо ехать нельзя, потому что если тихо ехать, значит встанешь. А на большой скорости, ну мало, как сказать, разъехаться практически невозможно. Если в этот момент встретишься, что это, сто процентов не разъедешься. Вот этого вот боишься. И бывают такие ситуации, что вот так вот, раз кто-то выскочил или тебя сбросило куда-то. Ну, бывает все, боишься. Есть такой, страх даже есть. Для заработка это нет, не влияет. Что я, допустим, был бы асфальт, я ехал. Что я вот по бездорожью буду ехать. А они платят то, что ты привез. Что ты привез. Она как-то в напряжении все время. Руки болят, плечи, шея устает. Да еще плюс какие-то, допустим, баллоны сейчас дорогой. Вот сейчас вот я еду, еду, раз, что-то у меня с баллоном. Ночь это или не ночь, я выхожу, начинаю делать. Устаешь, тяжело. Колесо это же, допустим, вот еду один. Его же надо поднять, забросить. Начинаешь, ну, устаешь, конечно, устаешь. Хотя и говорят, что водитель сидячая работает. Это далеко не так. Вот эти заправки вот. Вот сейчас раз, вот этим ведрами опять переливаешь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Протяженность ее 375 километров. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, а какая техника здесь? Лучше всего, конечно, вот Урал, полноприводные машины. Во-первых, он, ну, для подъемов, для шлифовки, вот он по этой скользоте не бурит. Ну, собственно, для остановки, полноприводная машина нужна такая. Вот ей... Ну, а вот, что тут... А это вот эти КамАЗы, это ерунда для этих дорог. Сюда только надо полноприводные, вот это машина. АПЛОДИСМЕНТЫ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот этой вот ерунды не было... Мы не варили... Все было столовые были... А сейчас все в кабине... И кухня, и спальня... Все в кабине... В прошлое лучше намного работало... А хорошо, чаек... Ну вот, подкрепились... Теперь можно по новой... Понужать... Через два дня Геннадий наконец приезжает на Кубаку... Это одно из самых больших золотых месторождений в регионе... С началом перестройки работу на руднике возглавили американцы... Но все рабочие россияне... Сибири нужны сильные руки... Поэтому необходимо привлекать рабочих из других регионов... Начиная с 70-х годов, здесь была установлена так называемая северная надбавка... Согласно которой, зарплата увеличивалась почти вдвое... Сибирь чем-то похожа на американский дикий запад... Здесь меньше бюрократии, чем в остальных регионах России... И люди привыкли действовать в одиночку... Все эти рабочие – пионеры-первопроходцы... Общее между ними то, что все они приехали в Сибирь на заработки... В поисках длинного рубля, легких денег... Или для того, чтобы забыть трудное прошлое... Все, мыло хорошо! Геннадий доволен. Он выполнил задание в установленный срок. Он даже раздобыл немного угля и на обратном пути доставил его в маленькую деревушку. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. «Быть» 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 В этих захолустных местах человек может полагаться только на самого себя. Вот водители перебрасываются скупыми словами и смеются. В Сибири, как и во всей бывшей империи, присутствует некая советская необустроенность. Все шахты недостроены, но это не самое главное. Главное то, что из них выжимают все соки, после чего бросают и строят новые предприятия на новом месте, которые впоследствии тоже оказываются покинутыми. В Сибири, как и во всей стране, в Сибири, в Сибири. Короче, плохое топливо. Загустело. Заливает три ведра этого топлива, забивает фильтра. Дизель прекращается, любезет. Сдох. Пока я делал сушку напрямую, фильтра менял, прихватило печку, так как я на воде работал. Прихватило печку, разморозил колорит. Ну и вот в кабине стало холодно, поэтому пропоролится. Разбортировал запаску, облил ее соляркой, поджег колесо. Подкатил ее впереди машины к колориферам, к радиаторам, чтобы температура была оттаивать. Он шел в костер, грел, отогревал. Поблизости не было старого колеса. Пришлось запаску, жечь. И в то же время, чтобы погреться. Потому что греться негде было. Грелись около костра. И напряжение, не знаешь, что тебя ждет. Погода такая. И перевалы опасные. Вот этот участок самый трудный. Вот от кубки и до ноля. Пройти его. Как попадешь, в какие условия, в эти условия. Стоял, стоял, теперь поехал. Стоял, не свинья. Ну, так разве делается? Сейчас меня повесит. На замерзших горных перевалах действует одно правило. Никогда не останавливайся. В этот раз Геннадий все делает правильно. Его спасает уголь. Стоял. House. Стоял. Стоял. Субтитры сделал DimaTorzok Вот если бы пришлось, я вот давно хотел в Египет посъездить, посмотреть эти пирамиды, ну там тепло, Нил, вот эту реку, и что-то у меня там, ну желание такое было бы, если бы пришлось. Ну и, конечно, во Францию не мешало бы заглянуть, посмотреть, как люди живут. Ну, вообще, я вот давно действительно на Нилу, Нилу хочу рассказать. Этот желтый, непонятный, непохожий на Волгу, Нил. А тем временем в Магадане его брат Николай нашел работу. Он доставит уголь из главного рудника Колымы в отдаленной деревне на Крайнем Севере. Николай отличается от своего брата. Он более уравновешенный и осторожный. Дорога, по которой он поедет, единственная, имеет гудронное покрытие. Он должен быть на чеку, поскольку фуры, движущиеся в обратном направлении, зачастую пустые и едут со скоростью более 100 км в час, что часто приводит к ДТП. В техникум, международный техникум оканчивал. Думал, буду железнодорожником работать. А когда сюда приехал, к невесте, вернее, к жене, ну, железных дорог здесь нет, вот решил стать водителем. Пошел в ДОСАВ, выучился, потому как, ну, заработки водителя здесь более-менее работают и все такое. И выучился, стал работать, на трассу ходить. А практически моя профессия была железнодорожником. Вот так и выучился. И вот уже 26 лет вот по этой трассе, по Колымской, колесим, работаем. Привык, работа тяжелая, но нравится. А зимой вот морозы такие были, что 61, мороз, туман, невидимости никакой. Поэтому очень сложная, аварийность большая. Вчера разбились Жигули с УАЗиком. Поэтому сложно для водителя. Вот я примерно так и думаю, что вот это самая сложность, то, что дорога. И сейчас, во-первых, вот раньше мы работали как? Раньше, да, было, никаких сложностей не было, ничего. Были кемпинги, гостиницы, отели, все. Отдыхали, 10-8 часов за рулем отдыхали. Сейчас этого ничего нет с нашей перестройкой. И приходится в таких условиях и спать в кабине, и кушать в кабине. Долго бы и находиться за рулем. Более 12 часов, 15 часов там бывает. Бывает и до 20 часов. Бывает такое, если по зимнику ходим. То до 20 часов за рулем. Ежедневно более 200 грузовиков приезжают на этот громадный, открытый карьер, чтобы получить свой уголь. Весь регион, включая Магадан, зависит от дальнобойщиков, которые обеспечивают электричество и тепло. Погрузка – очень тонкая операция. Николай должен удостовериться, что уголь загрузили равномерно. Если появится дисбаланс, то водитель на перевалах быстро потеряет управление. Аминь. Погрузка. Магадан. На Кубаке очень важно проявить терпение. Дальнобойщик 8 часов находится в пути, а потом ему приходится по 10-12 часов ждать, чтобы разгрузиться, а потом, чтобы загрузиться. В таких условиях болтать никому не хочется. Николай должен доставить уголь в деревню Лашкалак, что в 200 километрах к югу. Субтитры создавал DimaTorzok. Это вообще страшное дело. Я порой еду, как на луну гляну зимой, она такая белая. И думаю, не дай бог, сейчас заглохнет КамАЗ. Все, если один едешь, никого, напарников нет. Все это, значит, или замерзнешь, особенно по зимникам ходим. В день, может быть, одна машина пройдет. Все это, значит, если ты не сумеешь сам выжать, там, разжечь костер или что-то, значит, все ты замерзнешь. Или руки, может... У нас случаи были в карьере, грузился товарищ, у него пальцы сома почернили. Заглохла машина, пока сделал все, и пальцы черные отвезли. Потому что морозы, когда пурга, это вдвойне увеличивается мороз, металл накаляется, в варежках не возьмешь, надо голыми руками брать. Вот тут-то как раз, как Геннадий, у него руки такие, что можно брать и голыми руками. 60 градусов мороза. Страшно, конечно, одному ездить в морозы с единой. Ну, такой красоты, конечно, осенью, особенно осенью, это вообще, вот едешь на море Росково, там такая природа. Все цвета радуги, во-первых, и оранжевый, и желтый, едешь, никак успевать. Тут не только успеваешь, тут зачаровываешься этой природой, наблюдая. Когда речки чистые, идеальной чистоты, там рыба такая, все, грибы, ягоды. Ну, вообще, не знаю, уникальный край. Очень я люблю природу северную, и с ней расстаться, по-моему, так и доставлюсь. До самой смерти не расстаюсь. После 20 лет поездок на Колыму у Николая появились свои остановки, объездные пути, которых он строго придерживается. В этой деревушке, которая считается одной из самых бедных в районе, живет его старый друг Якут по имени Сергей. Неси так, попьем, как раз заварится чай, и все, и попьем стаканчик. У тебя заварка какая-то, сено, что бы все накидало, или трава. Какая? Это тут мясо. Смесь травочки? Травочные, индийские. Садись сюда, вот. Сахар давай, сахар есть. Сейчас. Сейчас заварится немножечко. Ну, тут сеном пахнет чай, все, у тебя. Ага. Ну, попробуй. Сейчас попробуем, конечно. Хорош, я сняла. Так это, как здоровье-то у тебя? Нормально. О, сейчас, садись. О, садись, садись. Все, видишь, как хорошо. Совсем грустято. Так сколько ты уже без бабки живешь? Четыре года уже. Она умерла как четыре года уже? Как бы, к тебе, было четыре года. Тяжело одному-то? Нормально. Ну, как нормально, нормально, ты же нормально. Ты хоть бабку побелила, поштукатурила, пелеменев сварили, мясо повели, охотничать не стал, рыбачить не хочешь. А вода-то привозит сейчас? А? Воду привозит она? Нет. Не привозит еще? А надо мне он привезу, это. Бачка три-четыре меня. Понятно. Ну, с тобой сколько лет уже? Двадцать? Больше. Двадцать шесть лет уже. Я вот заезжаю к тебе уже. Поэтому как? Ну, давайте, Речь, держи. Давай. Так это как ты зиму-то перезимовал? Холодно, нет было? Нет, зима теплая. Да угляха у тебя вон там, нету что-то не вижу здесь угля у тебя, ничего. Это его, глянь, в сарай и сколько. А, ну в сарай, ну тогда все, перезимуешь. В общем, так давай, я, может, на той неделе как-то загляну к тебе, там, что-нибудь пожать привезу. Ничего не надо. Перекусить или что. Ну, в общем, счастливее. Ну, полностью все здесь, человек выживает от колеса. И поэтому зависит от меня, я почему говорю, что от шоферов, именно от таких, как я. Люди выживают здесь. Я привожу и продукты, и чай, и горячий, и холодный, и дрова, и уголь. Если я сегодня уголь не привез вовремя, то завтра они замерзнут. Вот, это было уже доказано, у нас ягодный поселок разморозили. Что-то перед праздником водители не выезжали, что-то там было с топливом, завоз не было. И все, и разморозили котельную, весь поселок размешься. Это, я считаю, не только счета, это нужно. Это важная самая первая профессия, которая обеспечивает всех жителей именно самым дорогим, продовольствием и теплом. То есть, в этой профессии здесь никак нельзя. Не обертись. Котельная – сердце этой деревни. Здесь тепло вырабатывается 320 дней в году. Люди работают день и ночь, по 4 часа в смену, чтобы обеспечить бесперебойную загрузку котельной. Без этого деревня прекратила бы свое существование. Да что ты будешь делать? Ничего не везет так народной сестре. А в трючку играем, да? Да. В трючку. Ну все, давай, заставь. Лысый у нас работал. Проиграл. Давай еще разочек. Ну вы тут, конечно, руки-то понабили, знаете. А я-то кого? Ты, наверное, не играешь. Да, да, да. Их, и наставь. Во, давай. А у нас, вот в гараже играем, знаешь, в покер. Играете в покер? Вот. По ушам, что ли? Нет, в покер. Мы в куст один. Сибирь, в которой были лагеря, стали считать преисподней. Особенно это относится к Колыме. Сталин депортировал в Сибирь целые народы, многие из которых исчезли навсегда. Почти два миллиона заключенных работало более чем в двух тысячах лагерях. Вся сибирская экономика была построена на их труде. Но для Николая и Геннадия Сибирь остается нетронутой землей. Землей, где эти люди могут почувствовать себя полезными и свободными. Время идет. Во. Это хорошо. А внучка? Николай, пользуясь своей остановкой в Лашкалаке, решил дождаться своего брата. Он знает маршрут Геннадия и уверен, что он проедет здесь сегодня вечером. У них одно и то же задание – перевезти очередную партию угля в Арман, на побережье Охотского моря. Недолгий отдых на стоянке никогда не помешает. К тому же ждать Геннадия, возможно, придется долго. Но это уже не важно. Сегодня Николай на седьмом небе от счастья. Впервые за месяц он отправится в путь вместе со своим братом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Все время где-то он той трассы идет, я другой. Он на вертушку, я с вертушки, очень редко встречаемся. Ну, бывает, да. Ну, бывает. Ну, как встретимся, то до упора. Ну, как понять? До упора. Как понять? В банке на янгеряхи моемся. Ну, ну, так. Попариться, помыться, конечно. Не надо. Ты пей, пей, не это. Не хочу, Геннадий. Все равно я же расскажу, что ты пил. Ну, кому-то я еще боюсь, что я пью, что ли? Я просто не хочу, верю, завтра ехать, за рулем сидеть и тому же. Мы поедем туда, когда... За кого-то дышать. Я просто не хочу, это чисто символически. Ну, ладно, все, говорю. Так сказать. Ради встречи. Ну, что, ты как думаешь, загрузимся домой прям? У меня проводка замкнула. Ну, и домой сейчас, завтра загрузится и поедем домой. Я сейчас отсоединил эти задние провода. Где-то замкнуло, стартер замкнул, падла. Я чуть не сгорел. Здесь вот тоже... Загрузиться надо. Вот видишь, это не все провода. Смотри, а то осторожно тут пожар наделаешь. Ладно. А я и так... Морозяка и так он какой-то стоит завтра уже. У тебя нет электрода в вентилятор с нами? Потерял где-то где-то. Да есть он, электрод все, есть. Нет, лишний. Найдем. Найдем? Лишних, лишних у нас на день нету. Лишних. Дайте еще так. Ладно, спасибо за угощение. Пойдем спать. Пойдем. Где я включил эту операцию? Ну, так. Это и 10 литр. Ну, вылазь эту баронку. Я вылез. Пойдем спать ложиться. Я спать буду готовлю. Сейчас поспит Наренечка. Так, и выключатели выключаю. О, спать полезем. Опа! Это вот сегодня хорошо, что так вот получилось, что сложилось, что ни баллонов, ни ЧП там. А ведь бывает, что я за день проезжаю, допустим, 100 километров, я делаю и рессоры, и баллоны делаю. А практически я километраж не прошел, я ничего не заработал. А этот труд весь бесплатный. Мало, очень мало, чтобы за все и цвет тушил. Шесть часов утра. На плите в столовой автостоянке варятся фрикадельки из оленины. По завтраков два брата планируют продолжить путь. Ну, я баку не заправляю. Нет, пятьсот литров это заправляют. Здесь я вам заправляю. Я вот сейчас что залил, а там остальное с бочкой. А везде есть только макулей. Так что я не знаю. Или там те же стоять тоже не круто, нельзя. Да зайдем, тросом зацепим, если еще так вытащим. Или я поднимусь наверх, остыплюсь. Нет, ну надо посмотреть, поднимусь или не, может я впишусь. Но тогда я не мог вписаться. Без трубы. Дело взял и потом застопорился назад, сдал. Геннадий и Николай отправляются на юг, чтобы доставить уголь к месту назначения. Им предстоит преодолеть 800 километров. Ехать вместе гораздо спокойнее. Маршрут, по которому они едут, один из самых сложных в регионе. Горные перевалы находятся на высоте 2000 метров, а их грузовики не приспособлены для этих горных дорог. И забраться по обледенелым склонам без зимней резины или шипов не смогут даже сибирские дальнобойщики. Руктор из правительства. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... На этих скользких дорогах случается много аварий со смертельным исходом. Могилы на вершине каждого перевала напоминают дальнобойщикам о том риске, которому они себя подвергают. Продолжение следует... Короткая, незапланированная остановка у реки. У Геннадия возникла новая проблема. Потёк радиатор и прекратилась подача тепла. Продолжение следует... Я с той стороны подержу, подожди. Все что-то думают, как быстрее карман набить. Потом, ну я не знаю, это долго будет, пока всё на место поставить. Демократия, конечно, хорошо, демократия тогда, когда она действует и есть с чем работать. Понимают правильно, но не так, что только кричать, дайте нам волю, а толку нет. Я не знаю как. Ну и вот до 91-го года, значит, как сказать, я семью полностью обеспечил до самой старости, себя. И машина у меня была, и квартиру я у нас в Сибирске купил. В общем, и детям я положил на книжки, там, при свадьбе, там, всё. Я им положил по 5 тысяч этим деньгам, это считалось очень приличным. Когда вот мой отец, когда всю жизнь нам 5 тысяч не мог скопить, а я им положил на книжку, всё. Но, увы, после 91-го года всё это перевернулось и работаю я сейчас. А что обеспечен мне на старость, я сейчас, можно сказать, что нет. И работать нужно, всё, начинать по-моему. Харай, 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 харай. Включай. Ну, баллон включить, блядь. Включай. Включай. Пошло. Сейчас, ну, я же не шевелёт. Не шевелёт, не падёт. Кофеёк будем, или чёёк? Кофе, конечно. Сухарик, вот. Что ты с ними сделал, сухарик? А ему что лезло? Да зачем здесь? Куда? Выключай. Ты чай заваривай там сразу, заваривай. А туда прям, давай сразу. Так это кофе. А чаю нету. Давай кофе. Арман – это небольшая рыбацкая деревушка, расположенная в самом низу долины. Туда можно добраться только на грузовиках два или три раза в год. Если начнется снежная буря, грузовики могут остановиться на несколько недель. Вероятность схода лавины тоже очень высока. Бедняга Геннадий, маневрируя прицепом, сломал рычаг тормоза. Но, похоже, это не сильно его беспокоит. МОТОК Одни нюля. Возвращение в Магадан, в древнюю цитадель ГУЛАГа. В обитель зэков, в самый старый лагерь для заключенных, в один из районов Колымы. В сталинские времена, в том месте, где сейчас проживают Геннадий и Николай, располагался концлагерь. Да, именно там, где они работают, где они танцуют, находился концентрационный лагерь. Однако, именно в этом поселке Николай и Геннадий решили обжиться и завести семью. Сюда они приезжают после очередного рейса, здесь они проводят свое свободное время. Для них время ГУЛАГа навсегда кануло в лету. Сибирь больше не следует ассоциировать с террором. Это узел по льду. Леска же связана, она по льду цепляет. А это не связана. Ну что, давай, браточек, за удачный рейс. Да, чтобы ни жезла, ни гвоздя, как говорят у нас на Руси. Резину сделали, да завтра, наверное, поедем потихонечку. Все, грузиться надо еще. Загрузимся, поедем. Ну давайте, за дорожку. Ну давай, за дорожку. Только кушать хочется. Давай, Валя. Да не скучай. А, хороша чертовка. Только мало. Субтитры сделал DimaTorzok